Я пускаю, раз вы готовитесь. В библиотеке имени Белинского работа кипит. Почти полторы тонны ценного груза, печатной литературы прибыла в Екатеринбург со всех уголков России на книжный фестиваль. Участники литературной ярмарки, отечественные издательства, обещают, ассортимент придется по вкусу самому требовательному читателю. Мы здесь представляем, значит, малые и небольшие издательства, которые издают, скажем так, немассовую литературу. Это в основном издания редкие, малоизвестные, то есть новые переводы каких-то знаменитых авторов или те книги, которые вообще не издавались в России. К последним, например, относится полное собрание сочинений на русском языке мыслителя Фридриха Ницше. 14 томов. Работа над переводами затянулась на десяток лет. Хотя на такую литературу, признаются издатели, не жалко ни времени, ни потраченных сил. Переводы, которые были до сих пор и которыми слепо пользовались издатели, переиздававшие с 90-го года Ницше. Вот как все, что было, вот без редактуры, без проверки, все ошибки, которые были в царское время сделаны, вот они все просто автоматически, механически воспроизводились. Вот это все надо было пересмотреть. Осенний лес, моя мечта, какая дивная пора, и весь ты словно на вождении, ты трепещешь наслаждением. Декламировать стихи собственного сочинения сюда же пришли почти полторы сотни авторов разных возрастов. И только 30 из них улыбнется удача. Произведения самых талантливых напечатают прямо на ярмарке, в специально выпущенном сборнике. Таким подарком решила наградить конкурсантов челябинский издатель. Вот это обложка, которая будет обложкой вот этой книги сегодня. Поэт без книги – это все равно как человек без паспорта. Бомж в литературном пространстве. Поэтому книга здесь необходима, чтобы сказать законно «Я поэт».